Шумбрачи весенень, всем добрый день! Сегодня у меня в гостях директор клуба возрождения финно-угорских воинских игрищ Тюштя города Саранска Павел Валерьевич Мигунов. Он занимается сохранением и развитием мордовской национальной борьбы. Павел Валерьевич считает, что национальные виды спорта способствуют приобщению молодежи к родной культуре. Павел Валерьевич, здравствуйте! Вы приехали к нам из другого региона, из республики Мордовия. Я очень рада вас видеть. Расскажите об организации, которую вы возглавляете. Да, я приехал из Мордовии и вот буквально несколько дней назад, в прошлую субботу, был большой мордовский праздник Шумбрат, на котором у меня была площадка под названием Мордовские национальные игры Тюштя на Алксимут. Дети там играли, различные состязания проводили. Вот, собственно, то, к чему я долго стремился, когда мы это движение организовывали. А завтра уже будет Мордовские игры в рамках Финногорского фестиваля в городе Набережной Челны. Там ежегодно проводится фестиваль такой Финногорский. Вот они первый раз решились, пригласили для того, чтобы такую площадочку сделать. Потому что, я считаю, и многие как бы об этом забывают, на каждом празднике должна быть площадка двигательной активности для детей. Но на Сабантуй у татар как бы общеизвестно, что какой Сабантуй без борьбы или без конных скачек и так далее. У каждого народа в рамках праздника всегда была площадочка игр и состязаний. Вот, просто во многих местах об этом забыли и сводится праздник к эстраде. К какой-то кухне, к ремеслу. А детки скучают. И поэтому праздник для них уже становится неинтересным. Вот когда-то, 20 лет назад, мы этот вопрос обдумывали с Владимиром Ромашкиным, знаменитым нашим фольклористом, этнографом, создателем ансамбля Торома. Кстати, вот в Набережных Челнах приедет его сын Андрей Ромашкин, который сейчас является руководителем этого ансамбля, то есть продолжает традицию своего совета. Видите, вот так вот по времени круг замыкается. И так, 20 лет назад мы задумались. Ну, Владимир Ромашкин вообще, я скажу, такой, я считаю, это гений для нашего мордовского народа. Он тогда искал различные формы. Каким образом национальную культуру можно освежить, скажем так, поднять, через какие формы. И эстрада, и джаз, и чисто фольклор, такой аутентичный, которым вот и следовала группа Торома. Вот в том числе вот через состязание. Как бы первый вопрос. Как же так? У татар-то борьба есть, там еще у кого-то там, ну, во всем мире, а у мордвы нет. Вот. А для меня было как бы это удивительно. Ну, как же так нет? Ну, я вырос на рассказах моего отца, который уроженец Большегнадского района, в Старой Селище, там ежегодно был праздник такой, через неделю после Троицы, Игрище. И сельские парни, мужчины, дети, все боролись. Ну, а что представляет собой Игрище мордвы и как давно они зародились? Ну, это никому не известно. Очень давно, потому что во многих, правда, вскользь упоминается, что мордва на праздниках боролись. Очень во многих местах. И вот наш ученый, доктор Наук Лузгин, Александр Степанович, он насчитал более трехсот упоминаний в различных источниках, в летописных, художественных произведениях. Вот. И это отразилось и в различных названиях. Ну, мест там, тюрьма Лотко, тюрьма Луга. То есть тюрьма — это, как бы, такой собирательный бой, борьба, драка. Вот. Ученые нашего института гуманитарного приправительства Республики Мордовия сняли целый фильм «Тюш-Тянь-Налксимат, боевые горищи Мордовы». Они тоже со своей стороны все это рассмотрели, что и издревле это было. Но история — это процесс длительный, сложный. И бывают моменты, когда у народа бывает взлет, бывает, что падение. И в последнее время, которое мы, ну, к нам ближе, как бы считалось, что мордва, мордовский народ, он отсталый. Но это было связано, как историки говорят, с крестьянскими восстаниями. Были восстания, были очень жестокие репрессии, вплоть до запрета всяких ремесел вообще в мордовских селах, потому что они активно поддерживали эти восстания. Вот. И поэтому через какое-то время, естественно, был упадок. Вот. Но археологи говорят, что когда захоронение поднимают, что мордовские воины, люди, у них вот этот набор воинский, вообще предметный, он был нисколько не беднее, чем соседние народы славянские, народы Западной Европы. То есть мы были вполне на уровне, были в то время. Но история вот, как бы, складывается по-разному. И в том числе вот про Игрище, один из моментов, которые связаны с Большегнадским районом, вот, это Раскиниоскос, восстановленный праздник. В летописях он связан прежде всего с временами 300 лет недавности, когда, скажем так, христианская религия православная, она активно внедрялась в сельскую жизнь. И, значит, упоминание об этом празднике, что вот опять ирзяне собрались на Раскиниоскос, да, они там замышляют опять какое-то восстание, надо это дело прекратить. И немножко про этот праздник рассказано. Вот. Как уж там проходило. То есть очень немного сведений, все остальное реконструкция. Но опять же, вот, летописи сохранили, что во времена смутного времени, когда собиралось Нижегородское ополчение, наши противники, поляки, они подговорили Нагайскую Орду напасть. С другой стороны. И вот, как бы, столкновение, защита этого Нижегородского ополчения была как раз на Большегнадской земле. Там была крепость Чукалы, состоялось сражение. Вот. Эту Орду Нагайскую потрепали, они решили не идти на Нижний Новгород. И таким образом ополчение спасло Москву, спасло Россию. Началось новое время у нас на Руси. Вот. Наш мордовский народ принял в этом участие. И там, значит, защитники этой крепости были захоронены под Курганом. Именно в этом месте и проходит праздник ежегодный Раскин-Оскс в Большегнадском районе. Вот. И мы, как бы, вот связали, что Раскин-Оскс и там же Игорьич. Хотя, на самом деле, это вот немножечко по времени разные мероприятия. Но, тем не менее. Вот. Вот. Я восстановил рассказы своего отца. И, кроме борьбы, естественно, пришла вот, как бы, такая идея, что нужно игры развивать. Игры. Ну, русский язык богатый. Игра в прятки, допустим. Игра в шахматы. Но еще, так сказать, такой смысл, что игры — это набор состязаний. Ну, например, мы говорим, олимпийские игры. Понятно, что это ряд соревнований. Точно так же, вот, мордовские игры — это набор состязаний. Вот. Всяких состязаний игр сотни, тысячи. Вот. Выбрать из них те, которые будут пользоваться популярностью у детей, которые, ну, достаточно просты, скажем так, в организации, вот, потихонечку у нас сложился. То есть, это то, чем, собственно, занимались древние охотники-воины. Это стрельба из лука, метание древнего оружия, ну, нож, топор, копье. Вот. Борьба, естественно, различные силовые состязания. Ну, например, поднимание бревна, бросок деревянного шара на дальность. Вот. Перетягивание палки для детей, прыжки через канат, веревочка. Ну, вот, порядка 10-12 состязаний, которые, вот, вызывают такой, скажем так, азарт у детей. И не нужно никого заставлять. Вот. Все это мы проводим летом. И потом уже в рамках школьной программы, как неклассное мероприятие, в рамках спортивной секции. Вот. И таким образом потихонечку вот эта идея развелась до целых, целых больших методик на протяжении 20 лет практически. Почему ваш клуб носит название Тюшти? Ну, вот так мы решили, что надо именем легендарного эпического героя назвать, чтобы каждый раз, когда проходит мероприятие, вот, был повод про Тюшти рассказать. Потому что воспитание этнокультурное и патриотическое, в том числе, начинается с самого маленького детства, со сказок. Если детям рассказывать сказки, в том числе героические, про богатырей, про русских, про мордовских, ну и так дальше. То есть мы с детства закладываем у них уже вот это вот отношение к своей родине. А если дети будут воспитываться на чужих героях, даже таких придуманных, как Человек-паук, то вырастает совсем другой ребенок. Вот о чем речь. И поэтому, когда с детьми я начинаю самые первые мероприятия, в школе, допустим, мастер-класс, мы об этом говорим. Вот есть русские богатыри, а вот сегодня мы, ребятки, проводим игры в честь мордовского богатыря Тюшти. То есть вот с самого маленького возраста все начинается со сказки, с богатыря Тюшти и дальше, дальше, дальше. Здорово. Вы часто выезжаете в различные регионы. Насколько осведомлена ОМАР-2 о национальных состязаниях своих предков? Что можете сказать? Пока что не очень. Не очень. Пока что не очень. Вот почему вот, вот как бы это вот я ощущаю на себе очень долго. Ну, так же, как в школе, условно говоря, главный предмет русский, математика, а физкультура так уж как-нибудь. Вот есть такое. Точно так же и у нас при организации мероприятий каких-то фольклорно-этнографических, главное, уделяется сцене. Сцена, это песни, танцы, потом кухня. Ну, а уж там состязательная поляночка, ну, как-нибудь, кто-нибудь там, спортсмены что-нибудь сделают. И очень часто получается, что проходит мордовский фольклорно-этнографический праздник, а там какое-нибудь соревнование по карате. Вот так бывает, да. Ну, почему не сделать именно с национальным колоритом? Вспомнить немножечко. Для этого немного времени надо. Но просто никому в голову не приходит, потому что все-таки, как бы я вот не занимался этим 20 лет, но не скажу, что это все время было интенсивно. Последние годы, наиболее, скажем, лет 5, это практически порядка 30 мероприятий в год в различных регионах. Ну, в школах Саранска, в районах республики, вот там, где говорят о местах с компактным проживанием мордов, ну, то есть в регионах Ульяновск, Пенза, Нижний Новгород, Самара, вот там, там, где наши люди живут. Но все равно это капля в море. Поэтому вот эта передача, это тоже вклад для того, чтобы люди знали, что есть у нас состязательные традиции, что у нас были и сказочные богатырские персонажи, и борцы великие. Вот в апреле этого года я выезжал с экспедиции в Самару, которую посвятил борцу-самбисту Аношкину. Это уроженец Березняковского района нашей республики, Мордвин Эрзи, жил и работал в Самаре, то есть он там стал, скажем так, одним из основателей Самарского школы самбо. И в его честь проводится турнир, все его помнят, любят. То есть это наш великий человек. Точно так же, как, ну, сто лет назад уроженец, опять же, Самарской области Михаил Боров, великий борец того времени. То есть вот об этом надо знать. А где еще проживали самые сильные представители нашего народа? Вот что можете сказать? Ну вот двоих я упомянул. Это, вот, так сказать, Аношкин, более современный, сто лет назад это Михаил Боров, великий борец. Ну, я вам скажу, вот, так сказать, небольшое село Пазилки, 20 километров от Пензы, вот, люди там живут прекрасные. Вот десятый год подряд я там мордовские игры провожу. Небольшое село устраивает покши Эрзинчи на Троицу. Вот, и на них просто приятно посмотреть, как один богатыри. Сильные ребята, как-то раз в Кивате они приехали в гости. Все, и по состязанию, по поднятию бревна Павел Фомин занял первое место. Гирю ему тогда вручили, помню. Вот. Получается, что в наше время встречаются мордовские богатыри, да? Встречаются, все-таки кровь, она есть, она, да, мордовский народ. Ну, есть такая легенда, что когда финно-угорские народы жили вместе, вот, и настала пора охранять границы, то выбрали самых сильных воинов и послали их на границу. Ну, как вот казаки, допустим. Вот, и в свое время, через какое-то время из этих вот сильных людей и сформировался мордовский народ. То есть мы потомки богатырей. А вам известно, какие состязания любили устраивать представители других национальностей? Ну, состязания, как правило, примерно одни и те же. Бороться любили все. Маленечко по-разному, но бороться любили все. Татары, башкиры, якуты, шотландцы. Вот какие соревнования, допустим, устраивают представители татарского народа? Борьба национальная кириша у них. Подушками? Нет, не подушками, это борьба на кушаках. То есть это кушак, это полотенце, захватывается, и кто кого повалит, вот, не отпуская этого захвата. А у Чуваш? У Чуваш, значит, там немножечко то же самое. У них не кушак, у них пояс, но там можно подножки еще делать. Ну, тоже похоже. Какие-то особенности, да? Да, маленечко чуть-чуть другие правила борьбы. Но на самом деле это уже современная форма, потому что, ну, и татары тоже в каждом селе маленечко по-разному. Где-то с помощью подножек, где-то без подножек боролись. Но все-таки в свое время, когда регистрировали татарскую борьбу, то там у основания стояли борцы греко-римского стиля. Они решили, что надо вот маленечко, чтобы похоже на них было. Ну, и так далее. Не в этом дело. Главное, что поддерживается традиция. И у людей сформировано понятие, что какой сабантуй без борьбы на каждом празднике должна быть состязательная поляна. Точно так же у нас мордовский праздник проводится. Обязательно должна быть состязательная. Будет там борьба, не будет, но какие-то игры обязательно должны быть. Желательно вот, ну, чтобы они были примерно одинаковые. Чтобы можно было детей возить, чтобы они соревновались, чтобы они участвовали в этих праздниках. И тогда мы сможем более успешно традицию продолжить. Вот. И все это связано вместе. Культура – это неразрывное целое. Язык, наши песенные традиции, наши состязательные. И каждый кусочек, он поддерживает себя, другие остальные кусочки. Ведь там, где ребятишки состязаются в различных соревнованиях, то можно дарить какие-то предметы народно-прилотного творчества. Ну, коняшки там, глины какие-то, фигурки. Вот. Там же их можно кормить национальной кухней. То есть они от первого знакомства, когда, допустим, прошел в школе мастер-класс знакомства с мордовскими играми, да, они только услышали слово «тюшцы», потом они подвигались, эмоционально зарядились, запомнили. Потом они прошли соревнования. Кто из них там больше через канат попрыгал, кто палку перетянул. То есть первое место он какую-то медальку завоевал. А потом мы его повезли на национальный праздник, где он уже попутно слышит песни, пробует кухню национальную, ну и так далее. И привыкает к этому. Он для него, это для ребенка, эмоционально запоминается, что это весело. Вот это главное. То есть он получает от этого удовольствие. Он уже будет потом, конечно, относиться по-другому, будет стремиться на эти мероприятия. Вот как-то так должно быть построено. То есть для самого маленького возраста и для детей должно быть интересно. Но к этому их надо подвести. Если, и это заметно, что когда в селе не проводится такой работы по пропаганде, состязанию, проведению мира, потом они на праздники, они стесняются подходить. Стесняются. Даже простейшие вещи, там какие-то перетяжки, попрыгать, стесняются. Потому что не знают, что такое, не умеют. А дети, которые, допустим, у меня занимаются, они уже им все это понятно. Они приходят, они как свои на любом мордовском празднике находят это место, где тюшки на алксимат, мордовские игры. Целый день там крутятся, состязаются, отбегут только, перекусят там что-то и так далее. То есть они уже привыкли. Вот эту привычку и надо формировать. Это очень положительная привычка. И таким путем можно приобщать к культуре. То есть неважно, каким путем к культуре ребенок пришел. Через состязание, через песню, через танец. Главное, чтобы он в этой традиции участвовал. И тогда он параллельно все остальное будет культурным, образованным человеком. И эту традицию дальше передаст своим детям. И она будет жить. Поделитесь вашими планами на будущее. Планами на будущее. Ну, ближайший вот этот финно-угорский фестиваль в конце октября будет съезд мордовского народа. В рамках этого съезда будет круглый стол, посвященный мордовским играм. Вот. Я думаю, что перед круглым столом я опять же постараюсь провести соревнования. То есть мордовские национальные игры тюшки на алксимат. И в том числе в форме семинара. Чтобы желающие могли приехать, поучиться, как с детьми работать. Получить сертификат соответствующий. Потом поучаствовать в круглом столе в рамках съезда. Ну, то есть вот как бы так вот полноценно. А может быть и ульяновский получится. Я вот услышал, что в начале октября 20 лет автономии. Действительные юбилейные даты нашей автономии. Может быть и игры провести. Будем надеяться. Тем более, что когда-то, ну не так уж давно, скажем, по-моему, году в 12-м, я приезжал сюда на фестиваль национальных видов спорта. Вашему губернатору книжечку олимпийские игры подарил. И он тогда, надо же, у мордового олимпийские игры надо будет провести. Обещал. Обещал. Может быть пора. Ух уж и будет. Может быть пора. Я надеюсь, потому что ульяновская земля. Но вы бывали у нас не раз. Я бывал не раз. Мы организовывали площадки с вами. Я бывал и на Шумбрате площадочку устраивал, и в Кивате бывал. То есть попытался им донести, что какие вот, так сказать, все это вот с луком, бревно. Губернатор, опять же, учил из лука стрелять. Показывал ему, как ребятки бревно поднимает. Но это на самом деле увлекательно. Казалось бы, ну что такое, вверх-вниз бревно идет. Но люди собрались, смотрят, а кто же больше поднимет? Кто же сильнее. А когда же у них селёнки-то кончатся? Бревно такое большое. Ну, то есть, вот, борцовская поляна и эта состязательная, они всегда интерес вызывают. Но не все же людям есть, пить, там, условно говоря. И вот в Игнатове тоже приходишь вроде никого. Начинаем бороться по поляне слух. Борются, борются, борются. И со всех сторон сбегается тут же плотный круг. И вот просто начинают болеть там за своих. То есть, эмоции, вот это на самом деле, это должно быть. Раз у людей это такие положительные эмоции вызывает, нужно обязательно это делать. А как же по-другому? То есть, должны быть эмоции, положительные мотивации. Павел Валерьевич, я желаю, чтобы ваши планы воплотились в жизнь, а вашему клубу я желаю процветания. А с вами мы увидимся в следующей программе. Вас, Томазонок.